Смирно принимаю. 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 Ну, надо помнить, что это послание к римлянам. Римляны владычествовали тогда, и они считали себя выше, и поэтому вот и письмо такое, скромно к нему обращается, что говорит, не научите вас, потому что он некое дарование по скромности, тем самым их научает быть скромными, высоко о себе не мудрствовать. Вот, воистину воскрес. Брат Игорь сегодня в гостях у нас у меня. Ну что, Игорь Тихич, добавите к этому стиху что-то. Вроде все понятно. Понятно, но нужно все переносить на сегодняшний день, даже самое понятное. Как будто бы мы находимся там. Но сегодня говорят их естественные последователи, это епископат. И вот они разъезжают по епархиям, встречаются с мирскими. А какую цель ставят? Кто-то приехал. Ну, они просто как свадебные генералы присутствуют при губернаторе, гляжусь здесь, открывают памятник, поклонение вечному огню, патриарх стоит там. Ну, говорит даже срамно об этом. Вечный огонь. Ну, явно какой вечный огонь не гаснущий-то? Это уже не сегодня. Из звезды пяти, конечно, тем более вырываются. И вот иметь некий плод, то есть какой-то плод. Он плодом может называть свое слово, приносящее плод, как бы опережая события. Или плод от благовестия. И плодом являются люди, которые обращаются. Если такая цель ставится. Но сегодня такая цель может быть ни у кого не ставится. В какой-то степени только. Или он считает, что все настолько верующие, что говорить им не о чем. Или как? Понимаете, столько вопросов. Самое позорное, что у нас сейчас в православии есть, это миссионерские отделы во главе с Дворкиным. И сегодня мне выставили материал 16 разных организаций. Представители зарубежья выступают против него. Это вот есть такой ролик. Соревнуются пианисты двое. Один изобретает жаза. И когда он его выгнал, он говорит, нарвался ты сам, козел. Вот я ему хочу сказать. Давно ли были рождественские чтения, разбор меня по косточкам разбирали. Я знал, что так просто Бог их не оставит. И сегодня такое мощное наступление со всех сторон на него. Я не знаю, как он поворачиваться будет. Перед тем, как ему сюда быть засланцем, его в Израиле потренировали, потом в Америке. И он говорит, просто самым мерзким смешал православие. Большего врага не подсадишь. Это результат хьюстонского и какого-то боссонского проекта. Разрушение православия изнутри. Он без мирской власти ничего не может сделать. Вот вспомните идиот Достоевского, когда он говорит, кто такое католицизм. Там веры никакой нет. Они без мирской власти ничего не могут делать. И вот он сегодня всех натравливает и обращается к властям. Вот разбирали они там про лагерь. А в конце надо сообщить в Роснадзор. И сразу же зашебутились. И видно, надо направить что-то. Вот оно здесь и пришла эта погибель на них. Этого им народ никогда не простит. Нам дана задача не кляузничать, не с мирскими властями дружбу держать. А дружба с миром есть вражда против Бога. Это враги. И радуется, что создали миссионерские отделы. Тоталитарная секта. Это он ввел. Этого не было. Ему это зарядили, ну как раньше было. Враг народа. Враг народа. Враг народа все пропал. Ход ты маршал будь. И так и сегодня. Какой плод-то приносится? Плод злобы. Недоверия. Подозрительности. И все это обращается на московскую патриархию сегодня. Неужели это не видит ни патриарх, никто? Просто суньте, зарядите в интернет. Посмотрите, какие важные люди, мировые организации из Брюсселя, везде на него поднимаются. Международные. Не в России только. Что он делает? Он на международный уровень злодея, изберга вылез. А они радуются, а у нас Дворкин есть. Вот что надо, какой плод приносим. Вот он пришел, такой плод принес. Ради этого Господь призвал. Вы же помните, на занятия его к нам пригласили. Ни под каким видом не пошел. Интересно, где нападают, ни одного не могут в интернете, по скайпу вывести на меня. Ни один. Все абсолютно попрятались. И вот мы должны взять от апостола Павла. Где бы мы ни были, как бы ни были, какой плод принесем. Вот мне сейчас только позвонили с Вещернего Барнаула. Сережа, ты когда сдал туда бумагу-то? Ну, в тот же день, как у меня доволен. Вот, они говорят, что она сегодня. И главное, чтобы напечатать в газете, надо, чтобы разрешение дала городская администрация. И меня туда толкают. У вас регистрации нету. Я говорю, есть регистрация у нас? Нет, нету, там, может, секта какая-то. То есть слово секта, так, внедрить, это Дворкинская. Ну и дали мне куда там Геннадия Васильевича знать. Я говорю, я его знаю. Проходит полчаса, снова звонит в Вещерний Барнаул. Ничего не надо. То есть созвонился, узнал про нас. И такой ласковый, все по-хорошему. Будет опубликовано уже. Понимаешь, как? Вот это плод. Он не верит. Я ничего не могу сказать. Что? На молитву. Еще не кончил молитву, уже ответ идет с городской администрацией. Они уже между собой. А он мог не звонить ему. Зачем ему звонить-то? А Бог. Помнишь, как говорит? А Бог. Вот в этом все. Вот как говорил Грифович Ефимович Распутин. А Бог. И вот здесь мы едем с тобой. Где мы сегодня были? Какое свидетельство было? Вспомни. И главное, слышали, знают и готовы помочь. Отошел. То есть, из вашего монолога я для себя как понял, что плод – это люди. Да. Если нет прироста в церкви, то бесплодные все эти поездки, все эти отделы, а они чем занимаются? Они, им главное не прирасти, а свою кормушку удержать, чтобы люди от них не ушли в церкви. О, вот они говорят, сейчас московскую патриархату они тащат-то. Они враги всем в государстве. Абсолютно всем. Почему они на мне ничего не могут сделать? Я думаю, кроме него есть другие они смотрят. Это же православный сайт, православный ютуб. Сугубо православный. И он заглох. Он приехал разрушать. Человек с двойным гражданством. Какой плод мы должны, видите, говорить? Я сегодня посмотрел, 16 роликов на меня дали против него. Какие, ну, люди там, дектора, каких-то наук там везде. Зарубежные переводчики сидят там. Все против него. Думаю, напорвался козел. Я хочу сказать, что Дворкина-то я прям видел, в меня же посылали его приглашать. Да, я посылал. И то, что вы сказали, напоролся козел, он себя ведет на сцене, как козел настоящий. Он прыгает, дурачится, показывает рожи. То есть, кто его не видел, думаете, если там у него там этих лавров, там, как у Николаев, там, как у императора, там, в Сия-Руси и так далее, этот проповедник он, секторед, то это все не так совершенно. Вы только побывали бы один раз на его лекции, и все сразу бы поняли. Как он над людьми изгаляется, над этими сектантами, это их нельзя же просто как шутами назвать, гораховыми. Они лучше любого православного Библию знают, я не знаю во сколько раз, вот даже подсчета нету, с ними интересно разговаривать, с этими людьми. Он их ни во что не ставит, и на дурачествах, вот на этих москоморожьих ужинках показывает, вот какие сектанты, не зная совершенно их, это понятно уже. Или же, скорее всего, он все знает, но просто это его игра, роль такая. Видите, их считают как пятая колонна, засланная, которые там вредят государю Путину, так и это против России и против православия. Специально засланный человек. А что его долго не могут убрать, это означает его поддерживать за рубежом масоны. Он, видимо, масон, может, высоких степеней посвящения. Судя по всему, именно так, веры-то у него никакой нету совершенно. А то человек четко выполняет то, что ему назначено, разрушить православие изнутри. Лиссионерский отдел, аатриум эти. Когда я приглашал, он назвал, говорит, а лапки, но это околоцерковный, псевдоправославный, вот какой-то там человек, короче. Ну, такое, а так-то тоже он много, видать, не знал и не ожидал, что... Но я просто к тому сказать, плод приносить какой надо. Сейчас человек говорит, плод, это Евангелие, идите по всему, идите, благовествуйте Слово Божие. Слово. Я-то его не трогаю, я просто в ответ говорю, что он там выходит, выступает, чтобы люди-то знали. Идите, благодать Божия будет вас поддерживать. А это уже ничего у них нету. Вот они закрывают то кришнаитов, то там свидетели Иеговы, выбрасывают. Запретить снять регистрацию. С регистрации сняли, ладно, сняли. Но они-то идут по домам, а идут, нужна им эта регистрация. С ними Гитлер ничего не мог сделать. Они назывались бибель-форшеры, исследователи Библии. Всех посадил, как цыган и евреев. Но процент выхода на свободу самый большой был у Иеговистов этих. Ну, правильно, Свети Леговы называют, или лжесвидетели. Это даже не христианская секта. Но, однако, поучиться-то можно? Сталин поставил задачу истребить, их ничего нету. Ничего не получилось. Я тебе-то маленько дожди смотреть. Они тебе мешают. Единственное, там одна женщина выставляет, говорит, единственное, чем можем удовлетворить Дворкину, если все до одного человека на земле сделаются православными, и тогда он замолкнет. У него задача поставлена. А он ни одного в православии не удержит. Миллионы уходят. Почему? Они видят вот такое вот. Везде образовали миссионерские отделы. Их нельзя образовать. Это слуги антихриста. Можно образовать какие угодно общества, кроме единственного миссионерского. Это создает Дух Святой. Шестая глава Деяния Апостолов. И только по два. Не кодлы. Аминь. 14-15 стихи. Римлянам. Первая глава. Я должен и еллинам, и варварам, мудрецам, и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Толкование. И это есть дело скромности. Я, говорит, не милость, какую оказываю, но исполняю повеление владыки. Большую букву. И вы должны благодарить Бога. Ибо Он благодетельствует. А я, цитата, должен. То же самое сказал и Коринфянам. Горе мне, если не благовествую. Читаем в первом послании Коринфянам 9 глава 16 стих. Поэтому я готов и вам проповедовать. Хотя бы перед глазами были опасности. Такова была ревность Его о Христе. Ну что, дальше? Наверное, тут. 16 стих. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом и Еллину. Толкование. Римляне слишком привержены были к мирской славе. А Павел должен был проповедовать Иисуса, потерпевшего всякое бесславие. И римлянам, естественно, можно было стыдиться, что таков спаситель. Поэтому, говорит, не стыжусь, научая, между прочим, и их не стыдиться. Потому что и он не только не стыдился распятого, но и хвалился и величался им. Кроме того, поскольку они надмивались мудростью, то я, говорит, иду проповедовать крест и не стыжусь того, ибо он есть сила Божия ко спасению. Есть сила Божия и в наказание, так как Бог доказал силу свою египтянам, наказав их. Есть также сила в погибель, как сказано, бойтесь того, кто может погубить в гиене. Матфея 10, 28. Итак, что я, Павел, проповедую, то содержит не наказание, не погибель, но спасение. Кому? Всякому верующему, ибо благовестие служит во спасение не просто всем, но приемлющим оноя. Во-первых, Иудею, потом и Еллину. Здесь слово, во-первых, означает первенство в порядке, а не преимущество в благодати. Ибо Иудея не должна предпочитать тому, будто он больше получает оправдания. Он только удостоился получить оноя прежде. Почему слово, во-первых, выражается только первенство в порядке речи? Понятно, да? То есть Иудеи и Елен равны. То есть Иудеи, во-первых, это значит, что он раньше просто им было проповедовать. Он пришел к своим, свои не приняли. Тогда он начал проповедовать Елену. Хотел сказать немного, Дегунут, о проповеди. Тут постоянно проповедь снова повторяется. То есть это не просто так, что сказал апостол, и мы должны пропустить просто, что-то он повторяет так часто. Зачем это нам? Так вот, слово проповедь, оно сегодня уже начинает шуметь. Ну, везде, в кругах православных и так далее. А ведь было когда-то время, когда слово проповедь они воспринимали точно так же, как слово община. Это когда, ну, где-то община становления у нас с 91-го года, я в 95-м вот пришел, и постоянно слышал, когда начинаешь говорить об общине, говорили, вы сиканты, расходники, еретики, все. Потом это, слово проповедь вообще произносить нельзя было. Благовестие там еще что-то могли понять, но слово проповедь ни в коем случае. А сейчас везде проповедь, проповедь, все такие проповедники, прям не могу. Послушаешь, вот этот, Филарет, Тамиларион выступает, который около патриарха, да и сам патриарх. Вот их речи нельзя назвать проповедью. Апостол Павел говорит не об этих речах, он говорит именно о благовестии, которое нам оставил, его оставил Христос. Это благовестие так касается души человека, когда говорит это искренне верующий человек, который наделен благодатью Божией для этого, что человека эта речь касается. И вот тут плод возникает, потому что человек начинает веровать. Как вот это, как было вот последнее у нас, как бы такое интересное, очень благое дело случилось, когда девушка уверовала во Христа, от того, что там Ольга у нас, она приносит этим, на книжную полку Евангелия. И девушка взяла, прочитала, была беременна, хотела сделать аборт. А она уверовала, и все эти мысли кинули. Вот должен быть какой плод. Но это человек как бы от добрых дел зависит. А ведь есть еще и слово, и не каждый может проповедовать, о чем говорит апостол Павел. Вот как это делать? Вот об этом и нужно. Мы здесь с вами собрались, чтобы правильно проповедовать, научиться. А для этого нужно идти к людям и делать так, чтобы люди от Евангелия, от Слова Божьего веровали. Для этого нужно со всем расположением, со всей верой нести им Евангелие, Слово Божие. А для того, чтобы проповедовать, действительно, как проповедовал апостол Павел, нужно испить моря духовные, как говорит Златоуся. Все. Так, еще кто-то добавить хочет? На монолог Игоря возразить море. В нем открывается правда Божья от веры в веру, как написано. То есть в нем, в благовестии, я так понимаю, да? Праведной верою жив будет. Толкование. Сказав, что благовестие есть во спасении, объясняет, как оно есть во спасении. Нас, говорит, спасает правда Божия, а не наша. Ибо какую можем иметь правду мы, проклятые в делах и раскленные? Но Бог оправдал нас не от дел, но от веры, которая должна возрастать в большую и большую веру. Ибо недостаточно того, чтобы сначала уверовать. Но мы должны восходить от первоначальной веры в веру совершеннейшую, то есть в состояние непоколебимое и твердое, как и апостолы сказали Господу, умножь в нас веру. Читаем в Евангелии от Луки 17, 5. А сказанное, то есть, что мы оправданы правдой Божией, подтверждает словами из пророчества Аввакума. Праведной же верою жив будет. Так как дарованная нам Богом превосходит все мысли человеческие, то по справедливости нужна для нас вера. Ибо если бы мы начали выведывать дела Божии, то потеряли бы все. Конец стартования. Ну, конечно, без веры угодить Богу невозможно. Нужно веровать. Веровать в то, что Бог говорит. Раз, а второй исполняет. А если человек говорит, я верю, а сам не исполняет, он лжается, он на самом деле не верит. Потому что вера должна подтверждаться делами. Подтверждаться. Но делами мы не спасаемся. И тут начинается распрои всякие. Что там, вопросы, на что борода спасает? Но борода подсказывает, что я делами подтверждаю в то, что Бог мне запрещает бороду брить. Я своими делами подтверждаю. А ты своими бритым подбородком что подтверждаешь? Подтверждаешь, что ты не веришь тому, что Бог сказал в Священном Писании. Да. А говоришь, что ты верующий. Так ты лжец. Ты не веришь. Если бы ты верил, ты бы не брился. Хотя бы вот, то есть, делами. Какие дела еще, согласны? Дела милосердия, дела добрые, дела. Не просто там перестать делать зло. Творить добро. Добро. А какое добро творить? Создаются вот сейчас, да, вот играют технические миссионерские отделы. Вроде бы доброе дело. Миссию, благовествовать о Христе, предприрост. А чем они занимаются, миссионерские эти отделы? Натравливают друг против друга. Как вот Майдан, украинцы против русских, так же вот православных натравливают против сектантов. Их не натравливать нужно, а наоборот. Православным нужно проявлять любовь к этим заблудшим вовкам, чтобы они с искренней любовью шли к этим сектантам обращали их в истинную веру православную. Конечно, это непросто. Легче взять, как говорится, и гонить, говорит, их в шею, и не вздумать, и от них ничего не брать, не читать, не чтобы, как говорится, перетекать после первого и второго вразумления, отвращайся, чтобы не заразиться. Ну, а первого и второго вразумления это не сделали, чего от них сразу отвращаться-то? А почему невразумляемо? Потому что не знаем, как у самих еще вера с гульки носка, простей, никакая, то есть шаткая. Все грешные, супергрешные. Грешные, гипергрешные. Куда нам до этих инсектантов еще? Хотя бы. Ну, что можно? Ну, да. Самое главное, что с необыкновенным обломбом у нас верховенство православное показывает великую веру в современном православии. Вот сейчас тысячелетие Афона было, как русские были на Афоне. Это документально подтверждено, там написано у них, что появился первый русский монах на Афоне тысячелет. И вот туда поехал Путин, поехал патриарх туда поздравлять тех монахов, которые там сейчас живут, с тысячелетием с этим и выстроили там новую обитель. То есть новый дом для монахов построили. Монах это человек пустынник, который ушел, его нету. И вот начали сейчас там делить они этих монахов. Да нет, это не те монахи. Это вот пустынно жители были, а это монахи общинно жители. Зачем вот это все придумывать и называть это православием, когда там нету, ну ничего евангельского практически. Только на этих монахов посмотришь и думать даешься, зачем вообще таких людей показывать и называть их монахами. Если кто не понимает о чем я говорю, посмотрите, как Путин в дифирамбы поет и этим монахам, и всему православию, и патриарху и так далее. Какие деньги там потрачены? Так, Сережа, давай вперед. монахи в этом строительстве не участвуют, потому что они не только комплекции. Так, ну что, идем дальше? Вот вопросик все-таки есть интересный. Интересный вопрос. Вот как бы говорится можно да говорить? можно. Вот говорится в предыдущем стихе о благовестовании, потом говорится в нем открывается, в благовестовании открывается правда Божья, да? А правда Божья открывается от веры к веру, возрастание от веры к веру. Как написано, праведный верою жив будет. Вот. то есть через благоествование получается приходит человеку и праведность и вера, через которую он будет жить. Ну вот и все. Ну все. Я рассудил, Вроде говорил вопросится, а вопросится и нет утверждения какие-то. Ну и что? Пусть будет так. Дальше да? Ну конечно есть еще место писания как а как веровать, если не будут посланы. То есть должны быть люди посланы к благовестию, чтобы те другие люди им поверили. А если посланы не будет, не будет апостолов, апостолов значит посланы. Нет, я на что собственно внимание уделяю, что да, праведность она приобретается не только исполнением заповедей, да, вот это само собой исполнением заповедей, страх божий, но праведность, является еще и через благовествование, вот что имеют, через благовествование невидимым для нас образом, мы проповедуя слово Божие, благовествуя, вот Евангелие Царства, да, благовествование это и есть Евангелие, да, через это мы становимся праведными, через это мы возрастаем от веры к веру, от веры к веру, приобретаем духовные дары и становимся этой верой мы будем живы, вот, то есть через веру, вера наша наоборот не оскудевает, она если мы проповедуем и благовествуем, вот в чем дело, все, достаточно с меня, давайте дальше, да, так, идем дальше, девятнадцатый, двадцать первый стих, восемнадцатый, «Гнебо открывается огнев Божий», так, так, восемнадцатый еще не прошли, да, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою, толкованием, начав с того, что доставляет большие блага и сказав, что правда Божия открывается через благовестие, употребляет теперь выражения, которые могут устрашить, ибо знал, что большая часть людей привлекается к добродетели страхом, так и Господь Иисус, говоря о царстве, говорит и о гиене, и пророки сначала предлагают обетование, а потом угрозы, ибо первое есть дело, предваряющее воли Божией, а последнее следствие нашего нерадения, обрати внимание на порядок речи, пришел, говорит, Христос и принес тебе оправдание и прощение, если не примешь их, то открывается гнев Божий с неба, очевидно, во время второго пришествия, и теперь мы испытываем гнев Божий, но к исправлению, а тогда на второе пришествие только к наказанию, если сегодня Бог гневается, то это к исправлению, и теперь мы во многом думаем видеть обиду от людей, а тогда ясно будет наказание от Бога на всякое нечестие, истинное служение и благочестие одно, а нечестие многообразно, поэтому и сказал, всякое нечестие, так как оно имеет много путей и неправду человеков, нечестие и неправда не одно и то же, что бывает против Бога, а это против людей, и при том первое есть грех, созерцательный, а последнее деятельный, и неправда имеет много путей, ибо ближнего обижает кто-нибудь или в имени, или в жене, или в чести, впрочем, некоторые утверждают, что Павел и под неправду разумеет учение, а что значит подавляющих истинную неправду, выслушай, истина или ведение о Боге вложено в людей при самом рождении их, но эту истину и ведение язычники подавляли неправдой, то есть оскорбили, поступая против сообщенного им, приписав славу Божию Идовом, представ человека, получившего деньги для издержек на славу царя, если бы он издержал их на воров и блудниц, то по справедливости был бы наказан оскорбителем славы царя, так и язычники подавляли неправдой, то есть скрыли и несправедливо затмили славу Бога и ведение о нем, употребив их не так, как следовало употребить. Ну, сейчас считаю, вспоминаю случай с Игнаем Тихоничем позавчера буквально для лагеря ездили по организациям, просили продукты, помощь. И вот один еще пока не расположенный, но уже знающий о лагере обыгнать Тихоничем предприниматель задает вопрос, ну, как же, мы же русские, у нас русские боги были, почему мы еврейскую эту веру попрыгнули? Вот, ну, вот и сейчас читаю, что, ну, потому что была истина подавлена неправдой, вернее, как бы, истины на Руси-то еще не было, были идолы, но правда победила, надо будет сказать, христианство, почему мы русские держались бы, молились бы солнце, где дерева, кто, кто чего, кто во что город, дырники всякие были, там, вот, и вот Игнаин Тихонович прям так ответил хорошо, ну, и человек расположился, и помощь оказал, и ответ получил, и так, благословенно мы съездили, завтра опять поедем, и богу, ну, ну, вот, а я когда читаю, то есть, у меня, вот, еще раз, ибо открывается гнев, божесть, небо, на всякое нечесть и неправду человеков, подавляющих истинную неправду, то есть, вот, есть истинное учение Христово, а есть еще ереси, или заблуждение, то есть, когда семя всходит, и оно подавляется сорняками, то есть, заглушает семя, сорняки, это полкование, всякие юридические мысли, юридические ложные учения, то есть, неправда, ложь, и оно подавляется, потому что люди начинают верить в лжи, так как писание говорит, их убеждают, почему украинцы поверили вот этой пропаганде против русских, и травят, и травят, и травят, что русские виноваты во всех людях, люди поверили, да, украинцы так, мусульмане, мусульмане, еще, тоже, ну, врут им, а они, Мехамед, сколько верят, почем, подавляется, истина, неправда, и вот об этом и апостол Павел говорит, что подавляется, а что сделать, чтобы не подавляется, промолчать, уйти, как говорится, нет, нужно уметь отстаивать свою истину, на удар отвечать серии ударов, если это касается благовестия и правды Божьей, уметь отстаивать свою истину, оттуда вот так учатся, ничего, ни у кого не брать, ни с кем не разговаривать, все гнать в шею, но тоже, как бы, с оппозиция, это, понятно, потому что сражаться-то нечем, меча духовного нету, щита веры нету, тебя любой, сектантишка, за поезд, заткнет, вокруг пальца, отведет, и пойдешь ему квартиру подпишешь, и все, а на что упор делают, а это они все делают, чтобы квартиру им подписали, да ну, сами отдают, люди сами отдают, как-то, и цель этого, у сектантов, я бы, говорит, ну, сомневаюсь, что у них цель квартиры, они, они у них, просто они искренне верят в свое заблуждение, вот эти вот, эритические мысли, и эгоисты верят, что бог не троица, баптисты, верят, в основном писятниках, с такими глазами они беседуют с нами, цитируют местописание, да, они очень любят Слово Божие, но, говорю, не правда, вот это ложное толкование заглушило вот эти истинные, а они еще истинного толкования там не знали, я же тоже сомневался, и сравниваешь, когда толкование православное и толкование сектанцев, ну, понимаешь, что толкование сектантов не удерживает никакой критики, не такое, ну, просто не удерживает, начинаешь здраво мыслить, рассуждать, ну, кто хочет на это посмотреть, вот, толкование Геннадия Фаста, собрал, где он? Да, вот этот трехтомник, вот, третий том, на откровение, очень сильно Фаст прям показывает, начинает... Православный наш священник, протеерей, да, 33 толкователя православных собрал, и так как он сам Менонит, то есть, ну, баптист, можно сказать, немецкий, бывший, и причем, он очень грамотный, и он там вот, описывает, как, какие учения идут, толкования, на некоторые места писания, вот, именно сектантов, да, тысячелетнее царство Христа, очень, и настоящее толкование православных берет, очень, очень впечатляет, да, и ты начинаешь понимать, сколько же надо знать православному, чтобы защитить веру нашу родную, и почему священники, почему патриарх, так, иногда нелепо отвечают, а иногда просто пасуют перед ответом, и вообще никак не отвечают, особенно на вопрос о рождении, как они родились, как они приобрели веру, они вообще практически никто не отвечает, как приобрели веру, и как приобрести веру, когда написано, вероотслышание Слова Божьего, все, и бабушек приплетут, и иконы, и какие-то глаза, этих, студента верующего, там, кто что не соберет только, ну, только одно, по Гиблии никто не обратился, мы сегодня с отцом Павлом, встретился отца Павла, за камнем, который, отец Павел остановил парнишку, начал с ним беседовать, предлагать визитки, вот наши, и оказалось, что парнишка сидел в тюрьме в 2008 году, и там обратился к Библии, то есть, ну, православные ходили, православные, и давали Библии, ну, видать, там, в часовне или где, он взял Библию и читал, мы, говорит, читали целой группой, сначала, говорит, я в одиночку читал, ничего не понимал, в карцер, в карцер пошел, в карцер Библию дают, и он там ее начал читать, а потом, говорит, мне так понравилось, особенно вот книга Иова, и он прям цитирует места писания, понимаете, то есть, есть порох, пороховница, как сказал Тарас Бульба, есть, батьку, воскликнули казаки, и так и мы должны тоже сказать, есть порох еще в пороховницах у народа, раз в карцере читают Библию сейчас, и он видно, что парень-то просветленный, и только когда заговорили, уже поняли, что он сидевший, а так, а так вообще интересно, конечно, все это благовестие, я тебе вспомнил тоже, надо учиться, вот у него, как он благовестиет, и раньше он к людям подходил, такой, как я говорю, вольняшкой, идет, и вот так вот как-то вихляется, и что-то вот возьмите, а сейчас он вообще по-другому начал, вот благорестовать, он визитку протягивает, ну, показывает, ну, ну, как бы так, что я тебе не отдал просто так, ты смотри, а сам рассказывает, рассказывает человеку, и человек туда засматривается, что он там показывает, он еще пальцем прикроет, я говорю, ты специально что ли делаешь, а пускай поработают, пускай потрудятся, что просто так-то, я говорю, я вот и с тобой согласен, молодец, правильно, есть очи, есть уши, слушайте, говорит Господь, внимайте, думайте, мозги дал, все уже дал, а то уже всех завалили сладкими пирожками, уже по улицам разъезжают, всех веселят, а то народу скучно стало, он оралит тут полчаса целых у нас на улице, только говорите, да? Но. Чего раньше, чего раньше. Да там детей веселят, увидели детей, кучу их, приехали, там какая-то машина, как клоуны выступают, так, никто о христе не скажет слово, слово клоуны, но, клоунов не хватает, по телевизору. Сережа, не трать время, давай вперед. 19 и 21 стихи, «Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им, о язычниках, я так понимаю, речь идет, ибо невидимая его, вечная сила его, и божество, от создания мира, через рассматривание творений видимых, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце». Толкование. Выше сказал, что язычники оскорбили верение о Боге, употребив его не так, как следовало, из чего же видно, что они имели это введение, об этом говорит теперь, ибо то, что можно знать о Боге, явно для них. Затем и это доказывает, говоря, что о Создателе возвещает благоустройство творений, как и Давид говорит, «Небеса проповедуют славу Божию» в Псалом 18.1. «А что именно можно знать о Боге, познай из следующего. О Боге иного нельзя знать именно сущности его, а иное можно знать. Это все, относящееся к сущности, то есть благость, мудрость, сила, божественность или величество, что и называет Павел невидимым его. Но через рассматривание тварей видимых. Таким образом, апостол показал язычникам, что можно знать о Боге, то есть все, касающееся его сущности, что для чувственных очей невидимо, но умом может быть познано из благоустройства творений. Некоторые под невидимым разумеют здесь ангелов. Но такое разумение, по моему мнению, неверно. Один же из отцов высказал, что вечная сила есть Сын, а Божество Дух Святой. Далее цитата. «Так что они безответны». Так оказалось на деле. Бог сотворил мир не для того, чтобы они были безответны, но так случилось на деле. Заметь эту особенность в Писании и не порицай ее. В нем во многих местах встречаются такие выражения, для объяснения которых надо написать причину упоминаемого в нем в опыте. Так Давид говорит. «И лукавое пред очами твоими сделав, так что ты праведен в приговоре твоем». Палом 56. Выражение это кажется странным, но оно не таково. В нем высказывается следующее. «Облагодетельствованы тобою, Господи, паче всякого отчаяния я согрешил пред тобою». От этого и произошло, что если ты предъявишь свои права против меня на суде, то победишь. Значит, Бог оправдывается из действий наших, когда мы оказываемся неблагодарными к Нему за полученное от Него благодеяние и не имеем ничего в извинение себя. Не имеют, значит, никакого извинения и язычники, ибо они, познав Бога и створение, не прославили Его как должно, но подобающее Ему почитание воздали идолам». Вот такое толкование. То есть язычникам ставится в вину то, что они через творение Божие не увидели Творца. То есть благовестия, ну, как вот можно сказать, на Руси благовестия не было, никто о Христе не рассказывал, поэтому мы, русские, не виноваты, потому что приняли христианство только в в 1876 году. Вот. Виноваты русские в том, что через творение не увидели Бога. Если бы увидели раньше, мы приняли бы, мы сами бы и славили бы Бога и как-то бы... Понятно. А мы молились солнцу, солнцу ума хватило молиться, а Творцу солнца почему-то вот в этом и вина, я думаю, есть, все равно уже, вопросы. Тогда идем дальше. Сережа, разреши, прочитаю одну главу. Да, разрешаю, да. Премудрость Соломона, 13 глава, неканоническая книга. Подлинно, суетны по природе все люди, у которых не было видения о Боге, которые из видимых совершенств не могли познать сущего, и, взирая на дела, не познали виновника, а посчитали за богов правящих миром или огонь, или ветер, или движущийся воздух, или звездный круг, или бурную воду, или небесное светило. Если, пленяясь их красотою, они посчитали их за богов, то должны были бы познать, сколько лучше их Господь, ибо Он, виновник красоты, создал их. А если удивлялись силе и действию их, то должны были бы узнать из них, сколько могущественнее тот, кто сотворил их. Ибо от величия красоты созданий сравнительно познается виновник бытия их. Впрочем, они меньше заслуживают порицания, ибо заблуждаются, может быть, ища Бога и желая найти Его, потому что, обращаясь к делам Его, они исследуют и убеждаются зрением, что все видимое прекрасно, но и они неизвинительны. Если они столько могли разуметь, что в состоянии были исследовать временный мир, то почему они тотчас не обрели Господа Его? Но более жалки те и надежды их на бездушных, которые называют богами дела рук человеческих, золото и серебро, изделия художества, изображения животных или негодный камень, дело давней руки, или какой-либо дроводел, вырубив годное дерево, искусственно снял с него всю кору и, обделав красиво, устроил из него сосуд, полезный к употреблению в жизни. А обрезки от работы употребил на приготовление пищи и насытился. А один же из обрезков ни к чему не годный. Дерево кривое, сучковатое, взяв старательно округлил его на досуге и с опытностью знатока обделав его, уподобил его образу человека. Или сделал подобным какому-нибудь низкому животному, намазал суриком и покрыл краскую поверхность его и закрасил в нем всякий недостаток. И, устроив для него недостойное место его, повесил его на стене, укрепив железом. И так, что у произведения его не упало, он наперед озаботился, зная, что оно само себя помочь не может, ибо это кумир и имеет нужду в помощи. Моляя же перед ним о своих стяжаниях, о браке или о детях, он не стыдится говорить бездушному и о здоровье вызывает к немощному, и о жизни просит мертвое, о помощи умаляет совершенно неспособное, о путешествии не могущее ступить, о прибытке, о ремеслее, об успехе рук совсем не могущее делать руками, о силе просит самое бессильное. Ну и дальше 14 глава дома прочитаете. То есть люди неизвинительные, если у них есть глаза, если они могли ощупать свое тело, как мир прекрасно устроен. Вот есть такая книга Павла Иосифовича Рогозина «Существует ли загробная жизнь» называется. И он все исследует, как в человеке органы работают, это Василий Великий это объясняет. Какие бывают рыбы, светила, ну просто вот говорит 125 миллионов километров до Солнца. Но есть такие светила, которые в диаметре в несколько раз больше этого расстояния. Сегодня Арктур там называют. Или вот рыба, рыба как головасти. Голова огромная, голова, а дальше хвостик. А для чего большая, чтобы рот развивать? Широко рот развивает, а у него с носа свисает удочка и на ней на конце горит фонарик. И на этот фонарик люди, эти люди говорят, идут рыбешки, то другие, а она рот то широкий, захлопала и все в желудке. Ну кто это сделал? Или другая. Рыба плывет, а стрекоза сидит на веточке и она стреляет с учетом переломления воды и воздуха. Точно в нее она падает, она ее съедает. Кто это мог сделать? Такого, как Геккана. Ну и перечисляет. Все удивительно и чудно. И поэтому, что Бога нет, Творца нету, но это самый глупец. Сказал безумие, сердце своем нет Бога. Отошел. Ну а я хотел бы еще добавить об неизвинительности язычников за то, что вот они не познали Бога. такое параллельное место из Нового Завета пришло мне на ум. Это Евангелие от Луки 12 глава. 42 стиха. Господь же сказал, кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими, раздавать им свое время меру хлеба. Блажен раб тот, которого господин его придя найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставят его. Если же раб тот скажет сердце своем, не скоро придет господин мой и начнет бить слуг и служанок есть и пить и напиваться, то придет господин Рабатову в день, в который он не ожидает и в час, в который не думает и рассечет его и подвергнет его одной участи с неверными. раб раб не знает учения не знает учения, но грешат допустим, сказано, что станет есть, пить и напиваться бит будет, пойдет в ад. А тот, который не знал Евангелие, не дали ему Евангелие, казалось бы, он не виноват, раз он закон Божий не знал. Нет. Написано, что бит будет тоже. А за что будет бит? За то, что не хотел познать волю. Так и язычники. они не стремились познать Творца. То есть творение его, главное, они молились, дерево молились, там, все. Почему? Вот это вот я добавить хотел об неизвинительности за нежелание познать. Можно еще? Еще, да. Книга притчей Соломоновых тоже Господь говорит о таких людях, и он так, это первая глава 20-й за то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их, потому что упорство невест убьет их, и беспечность губцов погубит их, а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшать зла. час прошел, полчаса на вопросы и ответы. Пожалуйста. Я хотел спросить, можно? Конечно, про дольки. Когнать Стихнущич, вы сказали про Дворкина какой-то этот, что это за ролик, как найти, посмотреть, о чем вы говорили? Про Дворкина? Про Дворкина? Да. Ну, как найти? Я выставляю... Что-то голос такой двойной слышится. Вот. Это сегодня мне выставили. Но интересно, как ролик составлен. Они короткие ролики, там, по пять минут, есть по двадцать пять. И он заканчивается, но дальше там написано и новое. Так, секунд пять проходит, начинается новый ролик. Этот заканчивается, там, опять промежуток, ты только не задевай ничего. Следующий, это совершенно с другого конца земли кто-то собрал. Ссылку скиньте, не тратьте время. Ссылку в чат прям можете скинуть. Мы посмотрим. Я как раз, ну, можно даже зарядить. Я сейчас тут название-то даю, утром отсчет за день даю. Я выставляю, завтра полный материал будет выставлен. Вы зайдите на это. События дня, за сегодняшний день, вот первое, ну вот первое, это значит, завтра утром я уже могу выставить. нет, послезавтра. И там вы это увидите. Оно бы так называется, дворкинг. Уже стоит в интернете, ссылку киньте нам. Ну, он спрашивает, как найти, я словами-то не передам. Ну, просто назвать. Я название могу идти дать. Ссылочку киньте, все посмотрим. Вы, это. Ну, да. Ну, скиньте, пожалуйста, и все. Вы же его смотрели, вам-то легче его найти. Пока это мы найдем. Я бы сейчас это показал, я не знаю, как это сделать. У меня... Ссылку дайте. Ссылку дайте. Тяма не хватает. Впрочем, если... В интернете не знаю, как ссылку дайте. Если по-русски зарядить, то можно сразу найти. Если по-русски зарядить. То зарядить именно. Ну, именно какие слова, слова, чтобы найти. Я могу даже сказать... Такие слова. Дворкин, плохой, или что там, как? Как ролик-то называется, помнишь? Понимаешь, тут даже Дворкин, сейчас вот даже... Как оно название-то? И притом не один ролик-то, я посчитал, может быть маленько, а на один ошибся. 16 роликов на это. И вот. Сейчас я могу быть гляну. Так, еще вопросы у кого-нибудь есть? Какая ищет? А можем, можем напомнить, там, Иисуса Сирахова, какая глава Иоанна Тихлис читал? Который читал? Это 13 глава Премудрости Соломона. А, Премудрости Соломона? Да. А потом 14 продление там, там, там подробно раскрывают, что люди неразумные могли познать Бога, ибо невидимо его вечная сила, через рассматривание это время невидимо. Так что они, эти люди, безответны будут стоять, они не будут оправдываться. Красоту видели, растения видели, весну, листики, букашек видели, откуда взялось все. Спасибо, Господи, Премудрость Соломона. Да, Премудрость Соломона, не каноническая книга. Я сираку перепутал, еще сираки. Спасибо, Господи, все-все нашел. Короче, тут надо зарядить слово, наверное, Дворкин. Я заряжаю, она у меня не выходит, потому что я взял не название, а интернетный, какой там, из разных буквок, сообраз. Давайте. А вам их в почту скинували-то, эти ролики-то? Да. Ага. Вот это ты хорошо сказал. Кто же это мне скинул-то его? Скинул, кто же это скинул? Ага, да. Вот теперь опять вопрос, кто скинул здесь? О, Пентюх. Сейчас нельзя, мне никак не открывается скайп, потому что открытое вот это все. Когда закроется, тогда могу увидеть. Это мне по скайпу скинули. Мне столько накиданий, ты везде дай дай рецензию. Я говорю, ну накидали-то мне на 18 часов, я что буду? Я не успею. Понятно. Да, про Нуркина все понятно. Да? Это уже масонно действует. Так, еще вопросы есть? Или идем дальше? Спросов нет. Тогда дальше, наверное, пойдем, да? Конечно. Что время тратит? Так. 22 глава. 22 стих, первая глава. 22 стих, да? Называя себя мудрыми, обезумели. Толкование. Представляет причину, по которой они впали в такое обезумие. Во всем, положились на свои умствования. и желая найти большой буквы неописуемого в образах и большой буквы бестелесного в телах, оказались безуспешными, не могущими достигнуть цели посредством умствования. Неразумно называют сердце их, потому что они не хотели познавать все верою. отчего же дошли они до такого заблуждения, что во всем положились на свои умствования. Ответ. Оттого, что воображали себя мудрыми. Почему и обезумели? Ибо есть ли что безумнее поклонение камням и деревьям? Вопрос. Вот действительно можно? Ну а что давайте на сегодняшний день мне это очень нравится, потому что я сегодня живу, я не знаю, кто-то может историю любит, но больше чем я историю люблю, я не знаю, кто любил ее. Я очень люблю историю, и хочу сказать, что если взять сегодняшнее православие, то оно от язычества очень мало чем отличается. Мы вот этих статуй набрали, икон, и мощей, и что только не понабрали, вы это вот если смотрите телевизор, там есть такой у вас канал Спас, откройте, это православный канал, и взгляните там краем глаза, там иногда идут документальные фильмы, бывает часто к праздникам, их смотреть невозможно без слез. и разговор только об одном, мощи, монахи вспоминают, как в монастырях там есть какие-то привидения, какие-то мощи, что там такого интересного, какие-то кельи у них, говорят только о материальном, никто о духовном не говорит, если о духовном говорят, рассуждают какие-то философы там есть, они начинают говорить, и там уставание не такое, чтобы прийти к духовному, нужно пройти через душевное, душевное это меньше немножко, чем духовное, да, духовное самое высокое это все, а вот душевное прям поставят там духовную музыку, будете слушать духовную музыку, как колокол у нас, вот колокол бум-бум бренчит, вы думаете просто бренчит колокол, вам любой православный епископ и священник докажет, что это проповедник колокол, вот до чего мы уже дошли, чем мы отличаемся от язычников, могу прямо сказать, язычники, они искали, они были в поиске, они были суровые, суровые мужики, которые верили до конца вот этому своему божеству, они за этого перуна бились, его уже столкнули князя Владимира нутеры уже в Днепр, все, он там поплыл, они за ним еще бежали, пытались вытащить несколько раз и послали погоню, чтобы вытащили его наконец-то, он там застрял в порогах, изрубили и сожгли, потому что вот какая была привязанность, не сразу все заканчивается, это неплохое качество, это качество практически победило большевиков, если бы не Господь, который решил, что лучше пускай наша страна изменится вся, то никогда бы большевики не смогли победить веру народа русского, была вера, но опять же ей не хватало Евангелия, и нужно было, чтобы было Евангелие, и сейчас это продолжается опять то же самое, опять мы занимаемся не тем, опять строительство через опять же сильных мира сего, везде Путин, везде, заметьте, Путин, он смотрит на Патриарха, и у него в глазах растерянность, вы видели, как он смотрит когда в России или где-то какие-то конференции в странах у него не взгляд просто молнии где-то в глазах, а когда Патриарха видит, что не раз как случилось все, Путин искренне внутри, верующий, что Патриарх выше, чем он в душе, он верит, да, он благодовеет, видно, что уважает его, слово благовеет не подходит, уважение подходит, он потому что руку никогда не целует, но он подходит, как-то так вот сгибается, то есть видно, что у него совсем по-другому он относится, он хочет, чтобы так было, и он поэтому и помогает, и дает денег, и все, и вот сейчас, только сказал он, это было не так давно, в 2005 году, сказал там, георгиевская ленточка, что мы победили, праздник победы, это священный день, и как вокруг все заголготили, и вот Игнат Тихонович про это сказал, около вечного огня, около этой звезды стоят, и они продолжают стоять, и они настаивают на этом, и вот показывают последнего дьякона московской, и пары, это московский патриархата, последний дьякон, который воевал, и вот он дает интервью, рассказывает, и у него только одно, у него такая концепция, все, кто погибли, они как бы погибли, да, вот, они все погибли за родину, и все, кто умирал на войне, они все в раю, все, 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 кто убитых, все в раю, потому что он умирал конкретно за Россию, а Россия, она православная, значит, он умирал за Бога, все, и все ходят, вот пальчонки там, эти священники, они все, как копки, повторяют за этим, протодиаконом, а Россия, вот если его на войне убили, на Великой Отечественной, то все, он прощен, он уже в раю, и тут, тут, все толдонят, толдонят, смотрю, перешло, патриарх, это пошло говорить, ну, никаких понятий о вере во Христа, о Евангелии, обучении нету, лишь бы вот пройти вот таким, не очень тяжелым путем, обременительно, а ну все же так идут, и я дергостью в ленточку навесил, и поп навесил, дергостью, а когда-то с красными бантами они ходили, когда отказался царь Николай от престола, революционеры были попы. Прости, Господи, чтобы этот колобрационизм в наши души не попал, до конца мы могли быть евангельскими, а это, сейчас проверка идет, идет проверка, вот даже мы с вами здесь на занятиях присутствуем, а проверка идет, Господь проверяет нас, как мы, Господни или нет, все заповеди исполним, а написано, когда на небеса попадем, когда исполним все, даже одну заповедь не исполнишь, ты не исполнил никакую. Правда. Очень. То есть на мутанствах не убить, подкнутся многие, заблуждающие в том, что, а я же на войне убивал, меня так научили, я же за вас, на тебя Бог я убивал, но не читали же, и многие будут думать, убивая других, что тем самым служат Богу, не служить, а будут думать, что тем самым служат Богу. То есть они в думах своих не вставания, это вот о чем мы сейчас говорили. И причем то, о чем мы сейчас с вами говорим, это не просто ересь. Я предполагаю, что просто нет военного положения. Вот меня бы уже расстреляли за это, за то, что я говорил. Предатель. Я стопроцентный предатель. Для меня 9 мая не священный кладбин. Это просто страшный, кровавый, кровавая тризна сатаны, которую большевики затеяли, фашисты подхватили по незнанию. Фашистов тут можно больше жалеть, чем большевиков. Большевики специально развязали эту войну. Им нужно было свои танки БТ-20АА запустить на шоссейных орудиях. Фашистов тут можно больше жалеть, но если вы не сможете его по умеет, то это пошутее будет. Он же молодой. Тем более, что Гитлер не на тренинде забывать его два шеста не ставит. Он дал что такое фермарула отряды Германии. Фермарула отряды Германии поставили на корене франции. Если бы американские войска не вели в Первую Американскую войну, никогда бы не победили Германию. Она уже практически подошла к Париже. 30 лет оставалось до Париже. Всего на все. Они же захватили Францию. Штурмовые отряды Германии. Сереж, Пупков, давай продолжать это слово Божие. Мы же они собрались ради этого, правильно? Хорошо. Так, 23. 23. 24. 24, по-моему, 23 почитаем. А, нет. 23. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Толкование. Изменяющий, прежде нежели изменить, может, имеет у себя нечто другое. Имели, значит, и они, виденье, но погубили Оно, и пожелав иметь нечто другое, вместо того, что имели, потеряли и то, что имели. Воздали же славу нетленного Бога, не человеку, но образу тленного человека. И что хуже этого, не зашли до пресмыкающихся, даже до их образов. До такой степени не обезумели они. Познание, какое надлежало иметь о, с большой буквы, существе, без сравнения, превосходящим все, они приложили к предмету без сравнения, презреннейшему всего. А славу Божию составляет то, чтобы познавать, что Бог все сотворил, обо всем помышляет и прочее, приличное ему. Что же именно, кто же именно погрешил в сказанном? Мудрейшие египтяны, ибо они почитали даже изображения пресмыкающихся. для тебя в цветах и не увидят. Так, у меня вот вопрос, значит, было ведение о Боге или не было, или оно само по всему подразумевается. То есть, написано, что они изменили Богу и стали поклоняться другим Богам. Чтобы изменить Богу, это нужно прежде знать Бога и поклоняться Ему, истинному Богу. А иначе измены-то нет, то есть, отрежды Бога не было. А впереди сказано, что они искали Бога, поэтому начали веща истинного Бога, начали поклоняться вместо Бога другим идолам, неистинному Богу. И вот вопрос, либо они изменили Богу, то есть, они знали Бога, потом стали поклоняться, как вот у Моисея знали Бога, Моисея им проповедовал, а потом Моисея ушел, а они импином золотого пельца. Они изменили Бога, здесь понятно. А вот эти личники мы не познали обычным именом. И мы признали о потопе практически все народы столкнутся две армии. Стоят против стаек. Что поклонило именно Бога, когда он может лететь со скоростью до 40 километров в час. Сейчас он может передать ответ на течение его чуткие усики были химически следоставлены развитием. А его сложные уступленные глаза обнаруживают задачу. Здесь как бы через рассматривание мира человек изменили пчел пчел. Каждая из них готова умереть защищая свою калорию. Познав Бога, познав Бога, на одного шершеля приходится до тысячи пчел. Не прославили его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное сердце их. И дальше они идут. И славу нетленного Бога, которого они уже познали, изменили в образ подобный там уже пошел и человеку, и птицам, и мироногим, и пресмыкающимся даже. То есть Бога они познали, а потом уже начал их Бог в стихе будет это предавать. Бога познали. Но познали его через рассмотрение внешнего мира. Не а как среди на свят народу. Победить ее с вернуться с банды прирожденных убийц. Через творение познания Творца. То есть нужно здесь разделять познание двоятого рода. Познание через рассматривание творения и познание через отнятие откровение Божие. Через Зенит. Ну неправильно, немножко неправильно рассуждение. Тут надо рассуждать до потопа и после потопа. То есть до потопа люди так долго жили, что говорят, что Адам до потопа не дожил буквально одно поколение. Потому что потоп случился через тысячу 656. 1656. И глядите, и теперь остался один только Ной. А Ной остался, значит, только один и мог передать познание о Боге. Какое познание? А вот все, что до этого было, он прям слово в слово это все передал дальше. Авраам пришел к Богу через что? Через откровение Божие? Я думаю, что он через все приходил. Машер Абейн пришел через явление Божие, через откровение был послан. Через откровение. Об этом разговаривать, об Аврааме, ты будешь перебивать мне постоянно, я не пойму? Вот. Поэтому мы уже, ну... Ты что, с Враамом или что ты? После потопа уже человечество пользовалось откровением Божиим. Уже все. А часть, которая была... То есть через рассмотрение мира и через познание Творца через творение могло прийти. Двоякое познание через откровение и через познание Творца. Тебе не надо, что выслушать до конца, а потом будешь говорить о своих познаниях. Что ты познаешь? Энтомологи уверяют, это бесполезно. Я тебе говорю о ное, ты мне какие-то ... Я бы, честно сказать, вообще бы ни одного слова лучше не слышал. Вот. А это не город. Это просто... Если я тебе не нравлюсь, иди помолись Богу. Игорь. Выслушай меня, что я говорю тебе. Я пришел сюда не слушать одно и то же. Понимаешь, я... Ну, раз больше написания идет от Сережи Пупков. Ты немножко там регламент это... Ну, че, ну, зачем это? Братья, ну, че вы опять цепляетесь? Ну, вот, опять будете друг, потому что прощение. Я не знаю, брат он мне или нет. Че ты у нас братьями брат его записывал. Брат, брат. Чем это? Куда брат может акробат просмотрел? Сережа, это, Пупков. Да, я. Ильин тебе правильно говорит. Вот, заметь, на кафедре, когда выступает в Думе, и там определенное время, регламент, все выключил, он пустыми руками махнул и ушел. Даже Жириновска могут укротить. И так и здесь. Ты даешь 2-2 минуты, независимо от того, кто там говно, меня вытаскивают, я поэтому отвечаю. Ответ немножко. Ты кротко, ты возьми, крепко узду. Любого. Там я начал говорить, меня сади и все. Чтобы видно было, что ты не тюхтя. Давай. Давайте Дагунова изберем, он любого осадит. Сначала сначала его осадить надо, а потом уже он. Давай, пошел. Давайте, 26-27. Потому предал их Бог, этих, язычников, по стыдным страстям, двоеточие. Почему потому? Ну, это то, что они не хотели познать Бога. И вот каким же страстям, перечисляется. Женщины их язычников заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчина на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Толкование. Опять говорит, что Бог предал их страстям, потому что они служили твари. Как в учении о Боге они развратились, оставив руководство творения, так и в жизни сделались гнусны, оставив удовольствие естественное, которое всего удобнее и приятнее, и предавшись удовольствию противоестественному, которое всего затруднительное и неприятное. Это означает слово заменили, которое показывает, что они оставили то, что имели и избрали иное. Итак, великим обвинителем того и другого пола представляет природу, которую они приступили. Высказав сокровенно о женщинах нечто постыдное и такое, что непристойно высказать ясно, говорит о мужчинах, что они разжигались похотью друг на друга, показывая, что они предались с радострастью и неистовой любви. Не сказал же вожделение делая, но срам, показывая, что они поругали природу, а разжигались похотью, сказал с той целью, чтобы кто не подумал, будто болезнью их было вожделение. Далее цитата. Делая срам, то есть ревностно предавались нечистоте, совершая ее на самом деле и получали возмездие за отступление от Бога и идолопоклонническое заблуждение в этом самом сраме и в этом самом удовольствии имея в нем как противоестественном и полным нечистоты наказания для себя. А говорит это Павел потому, что нельзя еще было убедить их в существовании гиены. Если говорит не веришь учению о гиене, то верь тому, что наказание для них заключается в самой нечистой деятельности. Думаю, не будем о этом останавливаться на сегодняшний день. Идем дальше. Все уже все знают. Как вы все уже хорошо знаете. Хурая все об этом уже сказал. 28 стих. Но вот только акцентирую внимание на причину всего этого нечестия. Не позаботились иметь Бога в разуме. Люди сегодня живут беззаботно. Сегодня вот были вот возьмите книги почитать. Да нам некогда. Не заботятся люди о своей душе. Вот что печально. Не заботятся иметь Бога в разуме. Не хотят читать духовную литературу. А те не заботятся фитнес-центры, бассейны, стадионы. Все это здоровый образ жизни, здоровый теле, здоровый дух. Не будет здорового тела, здорового духа. Можно. Я вопрос просто задам. Скажите, почему люди начали строить Вавилонскую башню? И кто не строил ее? Давайте 20 минут говорите кто это. Почему 23 минуты все осталось? Ну, за 3 минуты давайте успеваем. Вопрос задал я. Не духовный что ли опять? А чем опять что-то плохого? Тогда позволь, Сережа, я скажу. Вот как мы ездили вчера. Вот человек этот задал вопрос, а почему именно еврейского Бога приняли? Вот как кто как отвечает? Я просто отвечаю. Может быть это опыт будет поделиться. Я говорю, вы мужчина, а вы хотели бы быть женщиной? Ну, бывает там трансвенция эти все эти придумывают. Ну, я не знаю, нет. Ну, от тебя зависело родиться? Нет, нет. Я говорю, на земле 2896 наций и на речи. Ну, во всяком случае, лет 30 назад было столько. Может кого нашли, я говорю. Вот. Ну, и Бог избирает, именно избирает Авраама, Халдея. А дальше Евертом и будет назван еврейский народ. Как ты можешь вас противиться? Ты можешь, я говорю, сделать, чтобы зимы не было? Нет. А можешь сделать, чтобы утро-вечер не было? А у Бога вечер- утро? Нет. Я говорю, все, вопрос снят. Ну, и дальше он стал просить подписать книгу и расположился. Я думаю, что мы его не потеряли. А в другом месте, который там, бывший начальник, тот сразу заходим, он нас по имени и отчеству называет, а вы мне уже книгу отударили. Он, оказывается, был директором большим начальник, а теперь он сейчас на предприятии. Видите, как семя много лет назад посеяно дает троски. еще одно доказательство, что русские многое потеряли из-за того, что не было проповеди. Жизнь была бы совершенно может другая. Вот какой мы опыт приобрели через это. Но однако сегодняшнее занятие говорит, что это вину не снимает, что нам не проповедовали, поэтому мы не виноваты, что Бога не познали. Но опять же надо заметить, что познание Бога двоякого рода. Можно верить в Бога, но не верить Богу. Поэтому тут вера в Богу через благовестие, а вера в Бога через рассматривание творения. Я отвечаю, короче говоря, понятно все. Значит так, Вавилонскую башню начали строить после потопа через 700 лет. Так, я не понял тебя, что тебе не нравится, я не могу понять. Ну слушайте внимательно, и не строил эту Вавилонскую башню только один Евер. Евер, который стал потом родоначальником его имя стало, еврейского народа. А почему он ее не строил? Потому что все откровения, которые Ной сказал об Адаме, о Еве, о распокаянии и так далее, все это Ной принял полностью. А другие народы, которые строили Вавилонскую башню, нет. И они решили покичиться пред Богом и показать, что они могут достать до него. Поэтому начали строить эту башню. Так, Сережа, это маленькое замечание. А откуда это взято, что Евер не строил башню? Это из легенды какой-то? В Библии этого нету. Второе. Ну тогда ты добавляй. легенды, это из иудейских древностей. Ну да, может так. Теперь смотри, говорят, а для чего башню строили-то? Для чего она им нужна была? А там они же сказали воздвигнем башню, чтобы быть выше Бога. Нет, не написано. Сделаем себе имя. А и второе. Поправьте камеру маленько. Камеру? Вроде бы нормально так. не знаю. Господь говорит, спустимся и посмотрим. Так вот это, Виссарион епископ растолковывает так. Господь сказал, селитесь, наполняйте мир, наполняйте. А они хотели в одном плодородном месте жить, чтобы издалека можно было увидеть эту останкину башню и вернуться к этому месту. Увязывать с тем, что было впереди сказано. Это было явное противление Богу. Тут толкование, если брать какие-то неизвестные откуда источники, а это прямо из священного писания. А почему что они нарушали? Ну, потому что было сказано, они нарушали. Тут более похоже именно это. Вот почему первым предателем для него стал Христос. Христос. Он предал его интересы стать министром финансов кудриным. И вот он предательством ответил на предательство. Вот это толкование очень сильное. Потому что он разочаровался, он отошел. Оказалось, что царство небесное будет. Не на белом коне, как будет Жуков принимать парад, а на осляте видит. И вот это все не подходило ему. А потом когда заново он увидел его и он опять повернулся к тому и это я проиграл и пошел удавился. Совесть. Совесть подсказывала раньше. Я первый раз Библию начал читать. Я на многое которое считал Евангелие я говорил я это хотел. Я думал так, думал так, Евангелие в руках не держал. То есть совесть подсказывала что вот это правильно. А когда Евангелие открылось оно одно на одно ложилось и меня никто не переубеждал. То есть поверил всему и раз и навсегда. Вот поэтому надо заботиться о молодежи. Давать ему Евангелие заботиться о целомудрии чтобы никакой пакости не делали чтобы девственниками были даже нить бы. Вот на это надо большое внимание направить. Вот мы в лагере над этим трясемся. Ну бывает там говорят что в лагерях то там делают нас Бог миловал все таки 45 год ни одного обвинения никакого не было и дети если можно продолжить вот это вот о Вариловской башне тогда получается так что для чего они должны были остаться в этом месте то что там им хорошо и тепло Господь то не об этом заботился а о том что носитель именно духовного духовного пересказа то есть как у нас называется предание что предание там было рядом с ними вот о чем речь-то идет а не о том что там тепло или там плоды какие-то большие но рассеетесь по всему миру наполняйте а они расходясь возвращать там чтобы могли такое предположение и говорит Виссарион я не свои слова говорю это похоже похоже жертвенник на жертвеннике возносили курение вот вечку там ну ладно все на этом Сережа заканчивай мы молимся ангел отъезд ангел отъезд благодать нечистая дева радуйся и покиннику радуйся твой сын воскресе предневек от гроба и ветвое возникновые люди веселитесь светися светися новые дубцы слава господня на тебе воссия веку ныне веселись а сегодня ты же чистая красусь облагородица восстание рождества твоего гнать тихоч помолитесь с нами отец наш небесный любящий создатель мы просим твоей милости во имя иисуса христа дары нам духа кротости смирения воздержания и приготовь народ твоей встречи с тобою когда ты грядешь на облаках великих со славой силой великою хвала тебе за все отец сын и святой дух аминь сережа завтра пораньше бы выехать в город давайте нормально аллилуйя